Впервые социальный автопоезд «Забота и здоровье» начал работать по инициативе губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Еще в прошлом году. Тогда госпиталь на колесах проехал по районам. Год спустя, оценив положительный результат акции и учитывая многочисленные обращения горожан, депутаты Рязанской городской думы обратились к главе региона с просьбой провести ее и в областном центре. В результате маршрут акции был увеличен. В него включили 11 микрорайонов города Рязани. Конечно же, необходимо отметить, что у нас есть стационарные пункты. Это медицинский пункт для взрослых от поликлиники завода «Красное знамя», который работает в центре микрорайона, и филиал детской поликлиники номер 3. Но, конечно же, мы тут можем оказать первичную медицинскую помощь. А то, что сегодня представлено 20 специалистов, уже такого более широкого профиля, это, конечно, очень важно для наших жителей. Недостоево стал восьмым микрорайоном, где работали выездные бригады специалистов. В настоящее время возможность пройти в течение одного дня без предварительной записи и абсолютно бесплатно медицинское обследование рядом с домом получили тысячи рязанцев. Очереди, если и создаются, то не такие большие, как в больницах. А узнать о состоянии своего здоровья в автопоезде могут как взрослые, так и дети. «Здесь желательно подойти, а можно и всех пройти при желании. Это хорошо, это так поездные, почаще приезжают». Всего осмотрено уже более тысячи человек. Каждый раз ведут прием почти два десятка специалистов. Около 12-13 специалистов для взрослого населения и 5-7 специалистов педиатра, офтальмологи-педиатра, тоже детского профиля. «Востребованность достаточно высока, ценна тем, что люди могут получить консультацию, получить направление на необходимое обследование тут же. И потом с результатами уже этого обследования подойти опять к специалисту, получить нужные рекомендации и дальше уже проводить лечение с помощью, по этим рекомендациям или с помощью своего доктора по месту жительства». После недостойва автопоезд посетит еще поселки Мервино, Южный и Дягилево, после чего акция вновь, как и в прошлом году, отправится в районы области.